Всем привет! Добро пожаловать в совершенно новый для меня формат. Пробую себя в качестве техноблогера. И в этом коротком видео я расскажу и покажу, как и главное зачем менять контроллер винтов в серваке Dell Poverage R710, который, я надеюсь, уже каждый из вас себе купил где-нибудь на Авито или на Ebay бушный. Они очень дешевые и классные. По умолчанию эти серваки идут с контроллером PERC-6i, обладающим рядом недостатков. Например, он совершенно не умеет джбот, то есть не умеет работать в HBA, HBA, хостбас адаптер режиме. На включенных к нему винтах обязательно нужно создавать какой-нибудь рейд разной степени интерпрайзности. По отдельности винты не будут видны в системе. Поэтому если вы нормальный пацан или пацанесса и хотите гонять православные ZDFS с RAID-Z, то сарямба будет кривовато. Здесь есть звездочка мелкий шрифт про уникальный драйвер во фряхе, который таки умеет видеть винты отдельно, если ему дать правильную опцию. Но линксовый драйвер так не умеет, и я не разобрался за полчаса изучения исходников, как БСДшный опыт можно было бы попробовать портировать в линь. И есть вторая проблема. Этот контроллер работает на батарейках. Предназначение батарейки очень простое. На плате контроллера имеется кэш-память, и в случае пропажи питания батарейка продолжает запитывать диски и контроллер, и позволяет успеть сбросить кэш на диск. Скорее всего, вы подобрали этот сервер на помойке. Ему уже лет 10, и батарейка давным-давно села. Если контроллер видит, что батарейка уже старая и мёртвая, он тупо выключает кэши, и диски начинают работать на скорости порядка USB 1.1. Это поведение можно заэверрайдить с помощью некоторой бинарной утилиты, которую можно где-то найти в интернетах. Как вы понимаете, эта ситуация довольно, ну, ээээээ такая. Поэтому решением этой проблемы является замена контроллера PERK6i на какой-нибудь иной, который умеет таки работать в режиме HBA. Таких контроллеров в интернете целая куча И собраны они почти все на крайне разнообразном наборе из ровно одного одинакового контроллера LSI-9210-8i Можно долго гуглить и сраться на форумах, какой из них лучше Этот контроллер меньше греется А этот перепрошивать в FBA режим проще Форум с прошивкой не протух А к этому подходящие провода-переходники существуют А вот смотрите, я нашел еще один, и он круче всех вас Для него, чтобы он влез в этот сервер, не нужно паяльникам отплавлять куски пластика Долго ли, коротко ли? Если вы зачем-то такой же, как я, не рекомендую То можно сразу приобрести уже перепрошитый контроллер H200 С подходящими проводами у классного чувака на ebay Ссылка на его YouTube канал Процесс замены PERC-6i на этот контроллер я и собираюсь показать в этом видео Вот он мой сервер И применить 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 Так, похоже мне нужна тематическая музыка Аааа, еэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Хрена себе, как его упаковали плотно, ладно, я потом его достану, а пока давайте крышку открывать, кожух доставать, кулера панель вынимать, ведь и все друзья мне закрывают досу к проводам, немногие знают, что у этих проводов 4000 стандартов, и чтоб нужный подобрать, нужно обладать талантом, вот смотрите, бег частя, и вот его разъем широкий, распакую я H200, вот его разъем, он уже SFF 8087, его катной, кориндернал МСАС, а что же тут у нас в пакетике лежит, да это же тот самый новый провод, Аплакам, вот был бы я, как все и складывал бы фотки, жужелиц, Аплакам, вот был бы я, как все и важные в трубоксе выхранил, Заменю соскабель в серваке, заменю соскабель на вот этот новый, старый отцеплю, на кнопки по бокам разъема надавлю, повторю, и вот этот мелкий провод тоже, не гоже, более тут иметь аккумулятор, Кейбл менеджмент отличный, провода все четко в пазе, спрятаны за пластиковой крышкой, я ее защелку сразу оттяну, и крышку отцеплю, неаккуратно выну, провода из ниши от бэдплейна отцеплю, Сначала тот, что ближе, на разъеме лочку надавлю, для второго повторю, аккумулятор тоже выну, и ближайший водоем кину, Новый провод, тот, что длинный, я помечу изолентой, отогну за щелки, чтобы вынуть перк, шестяй моментом планку, откручусь из вести, чтобы не мешало, и в положенное место эта плата встала, Подключу контроллеру бэкплей, важно соблюсти порядок со спортов, эй, И бей, сюда посмотри, как я втыкаю, кабель снят как порт, эй, заправо до другие, его продеваю, и в паз запихаю, второго загружки снимаю, роняю, швыряю, и тоже я с ним повторяю, в разъемы контроллера, оба вставляю, закрываю, База, крышку в тайный порт, внутри воткну я, съев айбуд, разделом флешку, и затем на место ставлю кулеры и кожу, крышкой корпус закрываю, клаву добавляю, и питание включаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok